Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как совместить радость жизни с искренним покаянным чувством? Безболезненно совместить это невозможно. Но совместить надо. Мы прекрасно знаем, сколько раз в Евангелии мы призваны жить в радости. И когда Господь притча рассказывает о Царстве Небесном, тем, кто спасен, например, рабам, которые умножили таланты, Он говорит «войди в радость Господина твоего». То есть вхождение в Царство Небесное – это вхождение в радость. Господь уподобляет Царство Небесное брачному пиру. А это самая большая радость в Древнем Востоке. А что может быть лучше? Вот он и она, молодые, красивые, еще не обремененные никакими болезнями, еще ничего плохого не произошло, никаких тягот еще нету, все еще впереди. У них вся жизнь впереди. И все, там, поселение все приглашено, все радуются. Даже Матерь Божия уговаривает Христа, чтобы Он воду в вино притворил, чтобы эта радость не прерывалась, не огорчалась ничем. Вот такое было отношение к свадьбе. И вот этой радости подобно Царству Божию. Почему покаяние? Потому что чем больше человек видит эту радость и отцвет этой радости уже в себе сейчас, вот этого начавшегося Царства Божия, которое внутри вас, говорит Господь, тем в большее противоречие, контраст, входит с этим моя личная греховность. Тем больше боли она мне причиняет. И тем глубже покаяние, которое у меня есть. Но настоящая христианская жизнь, знаете, это как регент сдаёт тон. Он не сдаёт тон обычно одной нотой. В очень хорошем хоре можно, когда все ведущие строят сразу от этой ноты своё участие в агорте. Обычно это две ноты. И вот две такие, казалось бы, несовместимые совсем вещи в духовном устроении и являют нам, что человек живёт настоящей христианской жизнью. Это глубокое покаяние, плач о своих грехах и радость о том, что вопреки этим грехам Христос меня любит и меня спас. И уже открыл для меня двери Царства Небесного, ждёт меня, чтобы сказать, «Войди в радость Господина твоего». Если я забываю о радости, начинается самоедство и самокопание, которое не имеет отношения к христианству. Если эта радость не основана на покаянии, эта радость фальшива. Я могу привести не точно, у меня сейчас с собой нет, это мои любимые книги, но близко к тексту цитату об этом великого Григория Богослова. В одном из своих писем он говорит, «Если ты будешь возноситься, то я напомню тебе, что ты прах и пепел и отойдёшь в землю, из которой создан. А вот если ты будешь унывать, я напомню тебе, что ты любимое Божие творение, сотворённый Бог, с маленькой буквы, шествующий в предлежащую тебе радость». Вот ты и об этом не должен забывать, и этого не должен упускать, и тогда ты христианин. Спасибо за такой прекрасный вопрос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...